МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Это кадры празднования 75-летней годовщины высадки союзников Нормандии. Она проходит в британском городе Портсмут, откуда во Францию рано утром 6 июня 1944 года отправились почти 150 тысяч солдат-войск союзников. Сегодня встречать ветеранов и вспоминать погибших приехали королевы Елизавета II, президент Франции Мануэль Макрон, президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель. Это была уникальная операция, которая никогда не проводилась до этого. Операция, которая в конечном итоге освободила нас, Германию, от национал-социализма. Она потребовала невероятных жертв, сотни тысяч солдат. Она потребовала огромных технических усилий. Но с нее началось то, чем мы можем гордиться сегодня – примирение и объединение Европы. А также тот послевоенный порядок, который принес нам мир, тот, что длится уже 70 лет. И то, что я, как канцлер Германии, могу быть здесь сегодня, что мы все стоим вместе ради мира и свободы – это подарок истории, о котором нужно заботиться. И заботиться именно так, как мы сделали это сегодня. Эммануэль Макрон зачитал со сцены письмо бойца сопротивления Анри Фертес своим родителям. Его пытали и казнили фашисты. Ему было 16 лет. Позвольте мне прежде всего искренне поблагодарить вас от имени моей нации. До свидания. Смерть зовет меня. Не хочу, чтобы мне залечивали глаза или забинтовывали тело. Я целую вас. Умирать – это трудно. Тысяча поцелуев вам. Да здравствует Франция. Мил Безе. Вив Ла Франция. Все мои мысли этим прекрасным субботним днем с вами. Я могу представить, как вы в саду пьете чай с Джейми и Энн, готовитесь укладывать их в постель. Я бы отдал все, чтобы вернуться к вам, но я не отступлюсь и закончу то дело, которое мы должны сделать сегодня. Дональд Трамп со сцены зачитал молитву Теодора Рузвельта, которую американский президент произнес в день высадки войск союзников Нормандии. А королева Елизавета II процитировала слова своего отца. Когда я присутствовала на праздновании 60-й годовщины высадки в Нормандии, некоторые думали, что это может быть последним юбилеем. Но поколение военного времени, мое поколение, очень крепкое. И я рада быть с вами сегодня в Портсмуте. 75 лет назад сотни тысяч молодых солдат, моряков и летчиков покинули эти берега ради свободы. В то время в обращении к нации мой отец, король Георг VI, сказал, что от нации требуется нечто большее, чем храбрость и выносливость. Нам нужно возрождение духа и решимость, которую нельзя победить. И это именно то, что эти храбрые люди сделали в этой битве, поскольку судьба человечества зависела от их успеха. Многие из них никогда не вернулись. Их героизм, мужество и жертвы никогда не будут забыты. У меня было 32 человека на лодке. Трое мужчин выжили из лодки и сразу же убили. Затем пули начали попадать в лодку, и мы потеряли около 14 или 15 человек от пулеметов. Это было кровавое месиво. Среди тех, кто высаживался первыми, 90% были убиты. Я плачу каждый раз, когда приезжаю сюда. Я плачу. Этим молодым ребятам 18, 19, 20 лет. Они были слишком молоды, чтобы пить. Они были слишком молоды, чтобы водить машину, чтобы голосовать. Но они не были слишком молоды, чтобы умереть. Но они были слишком молоды, чтобы умереть.